Фестиваль сказка это то время, когда я по-настоящему счастлив. Здесь я чувствую себя на своем месте. Этап подготовки к этому событию это чуть ли не самое яркое впечатление за весь год. Да, вот именно процесс создания фестиваля для меня является самым интересным во всей этой движухе. Каждый из нас занимается своим делом, тем, что у него получается лучше всего. Разбиваются лагеря, налаживаются связи. Все это похоже на здоровенную коммуну. И именно о закулисье сказочной жизни я бы хотел вам рассказать. Усаживайтесь поудобнее, это будет интересная история. Я приехал на место, когда стройка уже шла полным ходом. Над каждой сценой трудилась своя команда. Но передо мной стояли совсем другие задачи. В этом году я курирую декораторскую. Она уже была построена и кое-кто уже находился на месте. Но большая часть художников вот только что заехала. Первым делом провели инвентаризацию. Надо посмотреть, что у нас тут вообще есть. Как видите, все работы с прошлых вечеринок оказались на летнем фестивале. В чем, собственно, и был расчет. Они найдут здесь свое место. Даже не знаю, с чего начать. О многом, конечно, хочется рассказать. Но одним видосом это явно не обойдется. Давайте для начала обрисуем вам ситуацию в общих чертах. Наша первоначальная задача обеспечить фестиваль всеми необходимыми указателями и табличками. Чем мы в первую очередь и занялись. Параллельно каждый из нас сделал какую-то творческую работу. Кто-то привез заготовки с собой. Ну, а кто-то придумал прямо на ходу. Знаете, как поступим? Пару дней спустя у меня взяли интервью. Давайте я замиксую его с моим рассказом. У вас что, Ютуб или что? У вас Ютуб или куда вы будете? Это мои рассказки. Откуда ты шел? Из Подмосковья. А, и как бы команда у тебя здесь сложилась стихия? Она сложилась еще в прошлом году. И те же самые приехали. И новые добавились. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя вообще, как это называется ваше объединение? Сколько ты человек привез? И сколько к вам присоединил? Сколько у вас всего народа сейчас трудится именно на декораторской? Короче, прикол в том, что я ничего не собирал, ничего не привозил. Я просто приехал. И также приехали другие ребята. Кто как попал сюда по-разному. А сколько? Ну, блин, я не читал, кстати. Они постоянно прибывают. В общем, вот в чем прикол. И убывают в то же время, распространяются по всей локации. Я вспомнил про свою камеру только на третий день. И здесь уже вовсю кипит работа. В те дни солнце палило просто нещадно. Но так как декораторская находилась в лесочке, чувствовали мы себя вполне комфортно. Я на самом деле удивился, насколько разносторонними оказались ребята. Мало того, что все рисовать умеют. Так еще в этом году было очень много объемных вещей. Скульптуры и тому подобное. Так же с нами было пару чуваков из граффити. Вот это вообще порадовало. Еще не палим, да? Ну, по-моему, только на регалы. Последнее время мысли. Палим еще. Ну да, там совсем немножечко надо будет. Ты фаланги так-то отмечаешься? А, такие, типа, трещины. Во, во, и пошел вторым цветом вот такой оранжевый, да? Охереть. Очень сильная команда приехала, кстати. Вчера, всегда называю прошлый год вчера. Были ребята... Поменьше было ребят, в общем. Сейчас приехали уже. 10-20 человек. Наверное, 30. И это, кстати, чувствовалось, что людей было достаточно. Забегая вперед, скажу, что мы все успели. Под конец попа не горела. Тут даже обратная ситуация. В последние дни перед фестивалем люди подходили и спрашивали. А есть что поделать там? Может, чем помочь? Короче, очень редкий и приятный экспириенс. А карандаш с ластиком кто-нибудь встречал? Какой с головой бортышки? Мы приехали, сразу раскидали обязанности. А все ребята на опыте, понимаешь? И мы хоп-хоп-хоп за первый день все таблички покрасили. Потом уже на второй разрисовали. Уже есть объем. Вот сейчас мы будем делать указатели. Можно, кстати, потом подснять. А они по всему фестивале будут стоять и указывать. Но человек может заблудиться. Все-таки все пестрое такое. И мы сделали каждые, короче, указатели в разных стилях, чтобы можно было ориентироваться. Вот так это выглядело по финалу. Мне кажется, что это уместно показать именно сейчас. Но имейте в виду, что они постепенно доделывались в течение всей недели. Местами это была крайне кропотливая работа. Хочу отметить, что многие из нас какие-то процессы выполняли впервые. На мой взгляд, это идеальная возможность попробовать себя в чем-то новеньком. Тем более, когда вокруг тебя люди, обладающие разными техниками, которые могут подсказать, если что. И этот принцип работал тут с каждым. Крайне полезное времяпрепровождение для повышения своих скиллов. А расскажи, чем украшаете? Все, чем можно. Что-то из старого доставили. Знаешь, там такая законсервированная бочка со стафом. И колеры какие-то чистенькие, и все хорошо. Привозят из дома очень много своего. Знаешь, это же все-таки люди с хобби. У них дома копится. Привозят сюда, и это все в дело пускают. Или с собой что-то уже готовенькое. Либо материал, чтобы здесь приготовить в первую очередь. А потом это все... Ну, надо еще до галереи дойти. Там круто. Должно быть. Обязательно дойдем, но попозже. Когда она уже заработает в полную силу. Чтобы не потерять этот вау-эффект. Тем более, многое из того, что там будет представлено, крафтится только сейчас. Можно было, конечно, привести уже готовые работы. Но зачем отказывать себе в удовольствии создать что-нибудь новенькое прямо здесь. На свежем воздухе, так сказать. Хотя свежий воздух – это самое малое, что способствует здесь созидательному настроению. По факту мы украшаем весь фестиваль. Потому что есть такие работы, которые разбросаны будут по всей дорожке. Там, типа, ты будешь находить ее как пасхалку. То есть, знаешь, мы сначала думали как-то, знаешь, прям капитально закрепить. А потом подумали, да пусть человек увезет немножко сказки с собой. Знаешь, типа, какую-нибудь фишку подрежет. И все равно потом это все разбирается теми же самыми волонтерами. Потом на память. Потому что ты вот первый раз нарисовал. Ты вот все время таскал деревяшки, да? А тут у тебя появилась кисточка, ты нарисовал рыбку. И она у тебя с таким приятным событием впечатление оставляет. Надо ее забрать, я считаю. Да, многие, кто занимались здесь стройкой или чем-то еще, ну, не связанные с рисованием, приходили к нам и брали кисточки. По приколу. И также участвовали в оформлении. Но были и такие объекты, которые занимали собой все свободное время. Их, как правило, делали целыми группами. Да и ушатываться до седьмого пота как-то не хотелось. Сбалансированное сочетание труда и отдыха здесь, как никогда, кстати. Но все равно увлекало. Порой люди засиживались прям до самого утра. Это основная наша база. Мы здесь базируемся и по всему фестивалю курсируем. То есть смотри, на пляже есть лавочка, которая, наверное, года три стоит уже. И ее уже грех вытаскивать, потому что у нее уже там корни чуть ли не проросли. И туда отправляем художников. Но если солнце, то это пипец. Там само с этим. Скажи пока, что самое запоминающееся было? Или какой-то самый сложный из объектов, которые вы уже сделали и еще делаете? Что самое такое? Мне кажется, самое примечательное? Или самый объект сложный? Самый сложный? Самый сложный объект, мне кажется, это на Мэйне. То есть там ребята офигачат, что у них, прикинь, ни тени, ничего. У них вот эти сваи стоят и они. Вот это самое сложное. А мы чего в теньке устроились, офигенно сидим? А по Мэйне не важно, а? Нет. У нас четкая задача. Ну и без... А какая цвета эта четкая задача? Какая? От Мэйна слева находится тропинка до Лаева. И вот эту часть надо усилить. Ну и по возможности из всего, что останется, по берегу вот Аким раскидать. И это тогда будет миссингом. Что всегда по-настоящему удивляет, это то, как выглядит главная сцена. Каждый год она, разумеется, разная. И каждый год она поражает. Строить ее начали чуть ли не с самого начала. И как я уже сказал, работенка эта не из легких. Конструкция должна быть надежной и крепкой. На ней оборудование будет мамонегарюй. Это всего лишь каркас, на который будет смонтирована вся декоративная оболочка. Давайте более детально рассмотрим сцену, когда она уже будет построена. Каждый раз дизайн у нее меняется. И это проект нашего арт-директора, Насти Галантер. Вот кого обязательно надо упомянуть. Я занимаюсь всем, что касается арта на фесте. Андрюш, ты с нами идешь? Мы сейчас соберем за собой хвост. Это арт-объекты, оформление, таблички, галерея. И плюс еще я куратор проекта Мэйна. Главного танцпола. Как это вообще? Сказывается на работу? Нет, работать-то можно в дождь. Да, Юль, в дождь можно работать? Повторить. Трудиться во благо созидательного процесса можно в любое время года, потому что божественный внутренний творец, он не знает границ и преград. Проблема с дорогой, конечно, у нас только. Самое главное. Ты ее заценишь сейчас, как там дядька пытается с тележкой залезть на ее в резиновый сапогатчик. А самому тебе пока что больше всего понравилось? Пока я с того, что видел. Столовая. О чем важно сказать. У нас всю дорогу было полноценное трехразовое питание. В обычной жизни ты как захотел поесть, так и покушал. А здесь все по расписанию. Блин, ребята, капуста и капуста. Как так получилось? Одна капуста термически обработана и совсем одними специями присыпана. Другая капуста свеженькая с лимоном, пожатая ручками лично. Потрясающе. А может быть еще альтернативный гарнир? А макароны есть? Их уже можно? Их можно отдать тоже, да, на самом деле. На природе и в труде есть хочется. Часто. И ты и начинаешь ценить каждый прием пищи. Полезная привычка. Особенно в реалиях оголтелой культуры потребления. Ну и когда ты сыт и полон сил, стоит их немедленно потратить. Тут мы плавно приближаемся непосредственно к самому фестивалю. Ооо, здесь тебе такая возможность предоставиться. Честно, когда ты смотришь на это все вживую, то глаза мне не верят. Это слишком красиво, чтобы быть правым. Впрочем, я обязательно обо всем этом расскажу. И про художников расскажу. Про наш быт в лесу и многое другое. Кстати, в эту пятницу, 27 января, в Мотоборе пройдет зимняя сказка. Кто хочет приобщиться, тот знает, что делать. Если видос зашел, то прошу оценить его лайком и в комментариях написать что-нибудь от себя пару строчек. Заодно и описание чекните, там всякие ссылки интересные. АПЛОДИСМЕНТЫ